Ольга Ивановна Крамская привыкла вставать с петухами. Даже зимой просыпается в 5 утра, чтобы успеть всех накормить, настелить свежие соломки, налить воды. Комбикорм для своих питомцев она заставляет сама. В рацион входят крупы, отруби, витамины и, конечно, фрукты, овощи. Все любят яблоки. Картошка, мелочь, морковь, свекла. Ну, хлеб, конечно, любят. Вот так вот все. А, сено, сено у нас, хорошее зеленое сено. Накладываю, они все в нем поширшатся, листочки все выберут, все-все-все. И, конечно, крапива. Крапиву мешками наготавливаем, веник потом вытаскиваешь, сначала листочки обдерут. Ольга Ивановна считает, что от животных всегда можно зарядиться положительной энергией, потому что они, в отличие от людей, никому не делают зла. Напротив, у них можно еще и поучиться. Взять хотя бы для примера петуха. Петух, он такой рачительный хозяин. Вот и я выбираю петухов, которые ходят за корочками, в свое гнездо вьет, такой вот хозяйственный. И я думаю, кто будет много работать, кто будет хорошим хозяином в семье, в каждой семье такой будет обязательно милое и счастье, и благополучие. Петухов на подворье Ольги Ивановны сейчас больше десятка. А еще утки, индюки, куры. Как показала недавно проведенная сельскохозяйственная перепись, во многих частных домовладениях содержат птицу. Точных цифр пока нет. Обработка информации продолжается. Но что можно сказать с уверенностью, яиц в нашем регионе производят даже больше, чем нужно. Потребление яйца куриного населением в нашей области составляет 240-250 яиц в год. А уровень самообеспечения куриным яйцом у нас в полтора раза превышает потребность. Следует помнить, что в предстоящую новогоднюю ночь не стоит использовать мясо птицы для приготовления праздничных блюд. Ведь, как известно, даже жареный петух может клюнуть. Хвост с узорами, сапоги со шпорами. Все это про символ нового года. Хочется верить, чтобы наступающий 2017 год был гораздо лучше, чем старый. Любовь Почерникова Андрей Семьболков, РТВ Иванова.